И потом нашего брата партия правительства заставила нас учиться. Военно-академический курс открыл, общее образование поднял нам. Преподаватели в то время были, старые царские офицеры и генералы, уже в отставках они находились. Эти люди были грамотные, они все-таки большим патриотическим... Большим, так сказать, желанием нас он учил. Так я вот встретился с Семеном Михайловичем, познакомился впервые, значит, после военной службы. И он приехал в нашу станицу с родителями, значит, с семьей расположился. Вот. И начал у нас работать сельскохозяйством он занимался сначала. Ну и потом в дальнейшем, значит, такими. Работал тоже, общественной работой, кое-какие должности занимал. И так продолжал он у нас работать. Родители его с ним вместе. И у них было братья и сестра. Отец и мать были живые. И вот, значит, на это основание я, значит, познакомился с ним близко. Он в царской армии был, сверхсрочный фельдшпепель, я в царской армии, старший ундерфицер. Но так близко подошли по своими рангами, по своим, так сказать, квалификациям и прочее. Общий интерес у нас появился. Он занимался тоже сельским хозяйством, и я тоже занимался сельским хозяйством. Ну, был в то время еще дополнительным мне общество, станишное общество. Выбрали меня, назначили инструктором станишным. Это инструктор обязанности был обучать молодых казачат, подростков в военном деле, строй военный, маршировка, дрессировка, гимнастика. Я был инструктором, вот я говорю вам. Потому что таков был, значит, порядок в наших станицах казачьей населения, значит, казачья жизнь должен был с молодых лет пройти до военной службы предварительно, значит, так, службу. Вот таков был, значит, порядок и жизни того времени. Ну, что я могу о себе сказать? Скажу, вот таким порядком я, значит, очень много работал в общественной жизни. Мне выбирали инструктором своего общества, своей станицы. Ну, вот. В этой должности я, можно сказать, очень долго работал. Ну, с первых дней гражданской войны я с Семеном Михайловичем Будённым, он, значит, командовал, я у него был заместителем. Уместе пошли организовать конницы кавалерийских частей. В тот момент кавалерийских частей заменял, оказывается, теперь, когда посмотришь, он на место, так сказать, танка, на место самолета и все что угодно. В то время, конечно, не было этого. Эта конница величайшая роль соиграл в своей подвижности, в своей скорости имел, конечно, такого времени, я и говорю. И, я бы сказал бы, значит, для Родина эта конница, конечно, большой, сделал помощь и совершил победу. Таким порядком, значит, эта конная армия сделала величайшей такой заслугу для своей Родины. Продолжение следует...